Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 мая, и хотя через несколько дней уже вроде бы как должно наступить лето, у нас по-прежнему холодно, я вот сейчас нахожусь в теплице, за бортом 8 градусов, льет дождь уже какой день подряд, холодно, на улице выходить не хочется, и самое время поговорить о тех томатах, которые нужны именно для таких регионов. Когда лето не приходит, даже с наступлением летних месяцев, у нас может не наступить оно и в июне, еще целую неделю могут быть морозы, и вот для таких регионов специально создаются сорта, которые могут плодоносить, завязывать плоды в любых-любых условиях. Вот один из таких сортов, вот таймыр. Я сейчас пришла работать с рассадой, хочу отсадить в ведро, для того, чтобы показать огород на балконе, несколько вот сортов томатов, и таймыр это один из них. Вообще таймыр считается находкой для огородников северных регионов, там где мы вынуждены выращивать томаты в условиях холодного лета, в условиях короткого лета, в открытом грунте, не всякие томаты у нас могут завязывать плоды в такую температуру, не всякие вызревают. Вот там томат таймыр, он все это сделать способен. Но кроме открытого грунта, он также может расти и в теплицах, одинаково и там, и там может плодоносить. Ну и вы сразу видите, что он выглядит необычно для простых томатов, он такой мясистый какой-то такой, как сказать. Вот именно поэтому он морозостойкий. Вот при подмерзании, да, во-первых, он не сильно подмерзает. Сейчас я вытащу какую-нибудь одну сорну, мне сейчас садить. Из-за того, что стволик у него толстый, из-за того, что листья вот эти вот мясистые такие, ну как, они не тоненькие, не нежненькие, именно мясистые, вот он настоящий сибиряк. Вот из-за этих, из-за толстого ствола, из-за этих листьев таймыр, он вообще спокойно переносит весеннее понижение температур, но даже если он подмерзает, он быстро восстанавливается и продолжает дальше расти, и также цветет и плодоносит, вот этот томат может вынести даже кратковременные заморозки без укрытия. Это уже проверено, у меня так было. Вот эти листья подмерзнут, они потом почернеют, отсохнут, а новые будут расти. Главное толстый ствол, и он не повреждается. Вот какие плюсы его, почему именно для северных, для холодных регионов? Ну, во-первых, я уже показала, крепкие, кусты будут крепкие такие, коренастые, низкорослые. Будут они всего 40 сантиметров, вот у него уже здесь показывается бутончик с цветочной кистью, он будет не намного выше, устойчивый к ветру, даже если их высадите, сразу не привяжете, туда-сюда они болтаться не будут. Он стоит, вот как стоял, так и стоит. Вот эти сорта, так же, как я показывала, вот здесь вот у меня штамбовый засолочный, сейчас маленько поверну, вот этот, он тоже такой же. Вот эти сорта можно выращивать не только в открытом грунте, не только в теплице, их можно выращивать из-за их компактности и на балконе, и на лоджии. Некоторые выращивают даже в комнатных условиях. Главное создать условия, дать ему побольше грунта, ведро, питательного. Видите, у него большая зеленая масса, ему нужно всего много. Универсальный томат. Таймыр можно первые плоды кушать в салате, потом солить, консервировать. Томатные заготовки, когда уже подойдут более крупноплодные, если они у вас вызреют, пойдут на заготовки, на кетчупы. Описание. Вес примерно 80-100 грамм, это средние, вот такие будут томатики. Форма шаровидная, цвет красный, классический. Мякоть такая плотная, на разломе сахаристая. Вкус выраженный томатный. Если, например, лето хорошее, теплое, будет сладкий у вас. Но если погодные условия будут плохие, то будет немного с кислинкой. Продолжительный срок хранения. Из-за того, что они вот такие, как стандартные, круглые, плотненькие, они очень долго хранятся. Можно срывать зелеными, дозаривать дома. Очень хорошо дозариваются, буреют. Минимальный урожай, вот с одного кустика, 3-4 килограмма. Но я всегда говорю, что это зависит только от условий, от плодородия почвы, от ухода. Заявленная урожайность 3-4 килограмма. Можете получить и больше, но можете получить и меньше. Потому что лето бывает разное. И грунт у всех разный. Еще главное преимущество его. Томат устойчив к заболеванию, к большинству. Обычно его не берет фитофтора. И так как он такой вот у нас компактный, быстренько сейчас он все это выкинет, кисть завяжет плоды, они успевают отплодоносить. Вот именно они для регионов с холодным, коротким летом успевают отплодоносить до осеннего массового появления фитофторы. Когда начинаются дожди, туманы, вы уже весь урожай соберете, засолите или куда-то уберете дома, на стеллажи положите. Вот это у нас таймыр. Им должны заинтересоваться люди, у которых погода такая схожая, как у меня. Короткое лето, очень поздно наступает лето, очень рано наступает осень. Как я поняла из отзывов, я думала это только Сибирь и где-то вот там Дальний Восток, Приморье. Но оказывается и в Московской области такие же проблемы. И еще там кто-то писал, что у них и холодные весны, и все, и маленькие вот такие с тоненькими стеблями нежные томатики подмерзают. Вот этот вариант, который никогда вас не подведет. Пусть он немного мельче, чем вот эти крупноплодные, да. Пусть он не такой сладкий, как огромные вот эти оранжевые, желтые. Но зато эта стабильность, он даст вам урожай в любое лето, в любую погоду. Выстоит любые похолодания, а может быть даже и заморозки. Вот я сейчас буду садить его в ведро и потом еще покажу, как он ведет себя в контейнерном выращивании. Потому что вот такие компактные сорта, которые невысокие, которые кряжистые, как дубки, их очень удобно выращивать на балконах. Но при выращивании на балконе, я хочу сразу сказать, кто выберет его для балкона, нужно более питательный грунт, потому что почвы мало, чем в обычном открытом грунте. Сразу заправляйте, я вот добавляю туда залу, рыбную муку, перегной и землю обыкновенную. Все остальное потом можно сделать подкормками. Выращивать так же, как в открытом грунте, так же опрыскивать от вредителей. У вас могут и на балконе завестись всякие жучки. Так же подкармливать. Все остальное по такому же принципу. Таймыр вам даст урожай и даже на балконе. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это обзор такой общий томата морозостойкого универсального назначения для холодных регионов.